Всем здрасте народ! Итак, продолжаем смотреть Кубы Гнации по второму Риму, бой между Масилией и Понтом. За Масилию у нас играет Эль Томато, бесплановый игрок. В последнее время, кстати, часто играет на турнирах разных и по Атиле, и по Риму, и, не знаю, по-моему, даже по Вахе играл в турнире. Ну и против него очередной представитель клана Виа Милитера с ником Вотан. Вотан, не знаю, как правильно. Смотрим. Ну, состав за Масилию я даже могу вот так вот просто пункт посмотреть, раз, два, и сказать, что у него 4 Торентийки, 4 отряда масилийских гопников, хорошие гоплиты, два отряда крестьян-навобранцев, топорщики, 3 штуки, и два отряда кельтских воинов. Стрелки. Очень мало стрелков на Масилию. Это ошибка, особенно против понта. Кельтский прачник, наемный гальский охотник и кельтский прачник. Два отряда ударной кавалерии. Вот это правильно. Всадники с дротиками. Теперь смотрим, что взяли понт на этот бой. Наемный эскизский конный лучник. Это просто мощнейший юнит. По данным правилам, когда у варваров нету пилумов, вот эти вот хашки, они могут просто нахерачить полуармию вражеской. Не пользуя варваров, конечно же. Дальше. Это у нас Каппадокийская конница. Мощнейшие ребята. На другом фланге тоже Каппадокийка. Генерал. Это у нас Фантийская царская конница ударная. Плюс еще один отряд Каппадокийской конницы. Дальше. Пикинеры. Пикинеры с бронзовыми щитами. Пикинеры с бронзовыми. Пикинеры с бронзовыми. Понтийские мечники. Наемные ноги и мечники. Наемные кельтские воины. Наемные кельтские воины. Понтийские мечники. Стрелки. Четыре прачника восточных. Я бы отдал здесь преимущество, ну, не знаю даже кому, ну, в общей сложности можно сказать, что существенный перевес на стороне у понта за счет вот этих конных лукарей, если вот он сможет их реализовать и реализовать своих пеших прачников, то он очень-очень много сможет здесь урона нанести. Масилийца, давайте ставить на вторую скорую, то вот, ну, дятина с хашками, она, конечно же, важна, кто здесь победит эту дуэль хашками, тот, в принципе, может и дальше доминировать по ходу боя, но смотреть на эту всю тему не очень интересно. Стягивают, ну, очень прям, вот, нельзя, чтобы хашки вот так стояли все три в одной куче, потому что выстрел от пилума наносит гораздо больше урона тогда. Сближаются ребята, аккуратно здесь играет мощнейший натиск, просто всадники с доротиками здесь расчехляют понтийских мечников с чарджами минус 30, но правда здесь спешит на помощь Каппадокийка, но сейчас вторым темпом сюда масилийские габлиты будут заходить, будут заходить сюда еще и кельтские воины. Ну, масилийских габлитов в лоб на пекиньёров с бронзовыми щитами кидать не стоило, наверное. Ну, вот их парни нужно расстреливать, в ближний бой против них вступать не стоит. Ну, хашками оба играют отвратительно, на самом деле. Так, что здесь? Атака сразу с обеих флангов, судя по всему пытается здесь закидать тушками масилия понтийца. Генерал расстреливается, но, блин, это нехорошо. Убивается здесь также Каппадокийка, очень странно, 30 человек, а он убегает. Вторым темпом заходят наемные ноги и мечники. Опять здесь в лоб на пекиньёров заходят масилийские габлиты, но здесь обычные пекиньёры, поэтому, в принципе, их можно вынести. Из масилийских габлиты с понтийскими мечниками сражаются, вынесут, конечно же, их. Прорывается здесь Торентийка на стрелков, очень неплохо, прямо под носом у генерала. Что здесь? Здесь каким-то чудом Каппадокийцы догнали Торентийку. Всадники с дротичками прорываются на генерала понтийского, ну, хаос просто творится. Убивают генерала Массилии, разбирают Торентийку одну, там, я думаю, что... Что здесь происходит? Какого хера? Короче, Торентийка убивает парня здесь Каппадокийца, это просто эпик, трэш, но факт налицо. Ну, хотя, скорее всего, Каппадокийка преследовала Торентийку, и Торентийка её расстреляла на подходе. Навал удается, удается здесь Массилии, но вот здесь стрелки как-то тупят, ну, что вот это такое? Наемные охотники встали в один строй с топорниками, мощнейший, великолепный, чардж здесь наносит генерал понта сразу и по топорам, и по лучникам. Ну, один фланг, судя по всему, затаскивает Массилия, второй фланг и часть центра затаскивает Понтийц. Хашки здесь не должны стоять, потому что они здесь френдлифайра, на вас очень много, вот правильно, значит, вот он делает, надо заводить их в тылы. Генерал может, в принципе, помочь здесь очень неплохо, ударами в тылы разбить... Массилию, ну, вот здесь ноги и мечники, здесь ноги и мечники больше страдают от этого обстрела, чем вот эти вот Массилийские гоплиты с броню 90. Так, что здесь происходит? Пытаются здесь Массилийцы добить Кападокийца, это очень важно сделать, потому что, как правило, побеждает в танцовке боя тот, у кого остается кавалерия и стрелки. А у Понта, как мы видим, остаются стрелки, восточные прачники, две штуки, хашки остаются, но вот здесь на данный момент лично я бы отдал преимущество Понтийцу, давайте смотреть. Итак, смотрим, что здесь остается на паузе, само собой, у Понта. Наемные кельтские воины, из пехоты только один отряд, я вижу, и все. Ну, остается еще пикинер, бронзовый, два бронзовых пикинера, один кельтский, наемный воин. У Массилия остается Массилийский гоплит, Массилийский гоплит, топорник, кельтский прачник, кельтский воин, топорник, всадники с дротиками. Не, ну по пехоте колоссальное преимущество здесь у Массилий, но по стрелкам очень много стрелков остается у... Ну вот, ну вот он не прикрывает своих стрелков, и до них добирается здесь ударка и корентийка. Ну это шляпа, конечно же. Генералам хотя бы можно было чуть-чуть попробовать прикрыть, спасти. Здесь ударка добирается до скомных лукарей, но это нельзя так делать. Концовка боя могла остаться за Массилия, за понтом, если бы сохранил понт своих стрелков, но судя по всему, сейчас понт потеряет еще и вот этого восточного прачника. Чардж на чардж, генерал на ударную кавалерию Массилии, посмотрим, что здесь получится. Крестьяне новобранцы помогают топорникам вынести пикиньоров, добьют здесь 100% ссадников с дротиками, но Тарантийка пытается здесь убить прачников, любой ценой можно сказать. И судя по всему убьют его, топорник сливается на пикиньоре. Ну да, и добивается все-таки своей цели здесь, Массилия добивает здесь восточного прачника. Ситуация очень тяжелая для понта, хотя понт в этом сам виноват, очень непрежно он сыграл в концовке боя своими стрелками. Умирает здесь наемный скифский комный лучник. Массилийский гоплит преследует здесь пикиньоров. Пикиньор разворачивается к нему лицом. Но отдает своего, хотя нет, не отдает. Была попытка со стороны Массилийского генерала убить прачника кельтского. Выстраивает спиной к спине своих пикиньоров. Вот он, чтобы невозможно было их обойти, а в лобовом натиске пикиньоры очень долго могут жить. Но грамотно заводит эльтамата, бьет с боков вот этих вот пикиньоров. И я думаю, он сейчас их сольет, конечно же. Восточный прачник вернулся у понта. Чардж идет здесь наемными скифскими комными лучниками, но они очень бездарные в ближнем бою. Особо ничего они сделать не могут, так что обращать на них серьезного внимания не стоит. Вот то, о чем я и говорил. Наемные скифские комные лучники в ближнем бою сливаются кельтским прачником. Смотрим дальше. В окружении сражаются пикиньоры, генерал. Один пикиньор убегает, остается только один отряд пехоты у понта. Но ряды масилийцев стремительно тают. Стремительно тают ряды масилийцев, ряды понтийцев тоже не особо обличие. Но вот так нельзя делать. Если гоплита чарджет пехоту, ставить его в фалангу. Гоплита особого смысла нет. Ну вот здесь в жопец получают масилийские гопники. Возможно уже стоит построиться масилий в бокс. Потому что, хотя вот здесь догоняют прачника. И он сейчас должен сдохнуть. Ну, ну, давай, убегай. Убегай, убегай, убегай. Нет. Мигает, но не убегает. Очередной чаша стороны генеральского отряда кавалерии понта. Который уже 306 фрагов нарубал. Вполне себе достойно отыграл. Замечательные цифры. 307. Да, прекрасно. Ну да, начинает строить бокс. И мы будем смотреть это все на второй скорости. Потому что мне это надоело на самом деле. Существенный перевес был на стороне у понта в концовке боя. Но он грамотно реализовал остатки своей кавалерии масилий. Разогнал стрелков. И дальше. Такую пехотную массу понту просто нечем было выносить. Возможно, имело смысл взять колесницу против масилий понтийцу. Но довольно-таки рискованно против масилий брать коляску. Потому что у масилий есть ударка и большой выбор стрелков разнообразных. И колесница, в принципе, могла не сыграть. Боеприпасы остаются у... Прачникова и он пытается как-то пукайтить. Но одним огрызком Прачника и огрызком генеральских кавалерий такую пехотную массу вынести невозможно. Фокусит... Фокусит... Вот он топорника. Как наименее бронированный юнит. Но броня 65. Чарльз и генералом... Ну, в принципе... Да, особо здесь терять нечего было. И выносит этого самого топорника. Прекрасно. Отлично сыграл своим генералом в этом бою. Вот он надобно... Должно, что ударной кавалерии он... Отработал на достойно высоком уровне. Но... Пехота... Его подвела. И... Концовку боя он сливает. Безусловно. Василийский габрид 82 человека. Его невозможно убить огрызком Прачника и огрызком генерала. Очередно. Сейчас будет чарж, скорее всего. Но это будет последний чарж. В этом бою. Да. Ну что ж, давайте смотреть. Начнем с понта. Генерал 330 фрагов. Почти как слон. Великолепно. В который раз убеждаю, что если грамотно сыграть у Дарки, то она может показать результаты на уровне спецюнита. Вот это Кельтский воин. 211 человек нахрен начал. Я не знаю, где он воевал. Где он 211 фрагов сделал. Но... Результат фантастический для этого юнита, который стоит 350 монет. Такие вот бои получились у Эль Томата и Уотона. Желаем им обоим удачи в дальнейшем. А Эль Томату поздравляем с победой, само собой. С вами был Гамилькар Барко. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся.